так вот сейчас определим так называемые ориентиры по которым мы работаем да ну вот со спиной например ну во первых что мы сразу видим да мы видим 7 шейный позвонок и грудной первый позвонок да вот они сразу упирают если попросить человеку перец лбом стол по программ стол вот еще больше упирали их сразу можно визуально даже не прощупывая поделиться в 2 грудной пошел эти попасть мужику раздвигается я все подряд рисовать но в принципе нет шейновод это последний 7 до 7 машины вот пошел он как правило больше всего убирают на 1 больше убирать как это определить где седьмой а где первый грудной когда человек нагибается на него начинает шевелиться нужно просить держать ищу голову вверх опусти может проверить лучше конечно стоит проверять кто хочет попробовать по пальцами прощипать ну понятно да вот то есть да он еще он будет подвижным давным на друге может проверить 6 и 7 вот это значит у нас вот этот это у нас первый грудной седьмой и шестой позвонки они тоже выбирают но они при движении подвижение назад назад выбирают еще больше сжимаются как будто бы проверять я путем рисую дальше так соответственно позвоночник подскажи кто тебя трогал еще время голову еще есть у нас все это начали же выжилить да значит это первый грудной получается лишь мы седьмой очень очень слабо упирает в новую группу 1 лакошу упирали задержи так аномалии у всех сами выбирает а у меня есть но какой-то там из них тоже дальше вот смотрите лопатку мы сможем да вот она образовать красоток вот лопатка идет лопатки езут самая косточка до выпирающая это ось лопаточная после лопатки она закругляется будут стыкуются там с ключицей так идет у нас лопатка да здесь мы можем нащупать что еще ребра в принципе видно на ощупь они толщиной примерно у нас палец получается у точнее просто нарисую похоже на туда да и вот она сразу двигается и вот они там закругляется и уже идут вперед то здесь они идут вниз грудные ребра да соответственно ну вы знаете 7 шейных позвонков у нас сколько 7 7 грудной отдел 12 до поясничная отдел 777 755 5 5 5 5 5 5 3 5 до да нет да да вот получается где у нас находятся это легче-легче после вчерашнего массажа больно растяжки нет не так не надо растяжки от которых начинается собственно говоря крестец то есть мы соответственно что здесь начинается очень больно это будем аккуратно но в принципе на взгляд видно что самый большой у нас позвонок это вот 5 получается да и там где он стыкуется с крестцом как правило вот это место чаще всего 2 способных случаях у нас здесь будет грыжа большим писал специально там очень пошли небольшие это постарался это пятый это 4 3 2 получается поясничная соответственно можно это послечить это после грудной она пятерка это крестец примерно заканчивается такой немножко треугольничком идет кисец это 5 срочных позвонков до срочекся и между ними как вот есть дырочек с которыми зазором уход нервы ну давай рисуем то есть если 5 срослое то сколько получается дырок так что мы еще можно определить можно нащупать гребень подвздошной кости где мышцы заканчиваются ягодицы до верхушки гребня еще остается какое-то расстояние мужчин примерно сантиметров 5 у женщин побольше женщин может 7 или 10 до ребра не до ребра гребень гребень сама гребень это ощущение на самом-то заведении до забитами кости чем отличается женский скелет от мужского широкий таз да это раз а второе это то что ответственно вот этот гребень подвздошной костей у мужчин он горизонтальный у женщин он наклонен вперед получается так не так мы нашим ребенка весь организм придуман природой для женщин максимально для обезопасивания его нашими ребенка ребенка почему ягодицы большие это амортизация для ребенка потому что часто там падают подсказываются на что падают на пятую точку свинюшу пошел бы не смотри чтобы отпружинила так ну давайте синим цветом рисуем вот так и вот здесь дорог есть которому собственно упираемся вот когда мы делаем плотами у него опираемся он выше вот это вот точечки значит смотрите мы проверяем во-первых позвоночник должен быть идеально прямой когда мы прощупываем мы все это можно хочу быть одним пальцем пальцами позвонок смещен например вот сюда четвертый тоже смещен тяжело пришлось именно какой первому точно пощупать называется аксис осень между шумом про анатомию то значит атлант и это единственный позвонок у нас такой который не имеет вот этих вот дисков и дисков и ассистов отросток тоже не имеет он особенный он как бы держит череп поэтому называется атлант из мифологии если помните атлант вершина до держит не были или рисовали глобус такой держит они да вот у нас как бы череп эта сфера такая поддерживается у него есть боковые отростки это может смещен и вот эти боковые это как раз собственно говоря мы не можем тут нащупу сбоку но это достаточно болезненно потому что он на месте зато вот в этом расстоянии проходит зуб аксиса это нижняя позвонок 2 2 вокруг которой происходит все вращение этого фанта который все это идет подвижный ты сказал там смещенный 4 3 что сейчас его нельзя как можно пазар сказал 2 2 это может чтобы сюда убирать воду такаши щекистIDE можно да диагностику и сиди и лежи истой мы сделаем это вот будет отдельная важно сейчас просто мы ориентиры смотрим на теле на что мы обращаем внимание соответственно прежде всего грыжа она вот в этих 90 случаях это l5 s1 с 1 это уже крестец 2 5 а почему это просто так разделили это по-латински латинский термин но вот грудная называется тташ там пишется по-русски да ну либо никто назвал это международная это с буквы там по-латински да мы начнете латинским не будем изучать я забыл честно говоря да и сокращение сокращение да просто полом от полного слова потом мы зимой там шея грудь да да наверное да вот смотришь немножко видеть вот тут пошло изменения когда вы сильно чуть-чуть чуть-чуть да мы сразу видим гипертонус как по величине этого бугра мужчина чтобы уточни проверить можно спереди и сзади посмотреть посмотреть вот как мишень до прицелов промежуток на между лопаточную зону иногда сразу видно там повернута либо не повернута таз либо грудной азии повернут не повернут что вот это выше чуть-чуть оттуда видно да ну в целом в принципе ничего здесь нету практически все ровно чем уже не так допустим вот так-то сложнее увидишь это выше продоль это выше видно расслабить спину то расслабить на печатание вроде она расслаблена нет нет ну даже выше чем не жаном ровно да просто мышцы немножко гипертонусе так соответственно вот тут мы можем нащупать косточка это бедро у нас заканчивается вертел бедерные кости так называемого круг которого шарнир шарнир такой круг когда все вертится вот он выпирает как бы он идет под углом вот сюда рисовал вот упирает где-то там внутри крепится вот а тазовая кость она идет с той стороны спереди но там не смогу нарисовать да и вот здесь вот у нее можно щупать вот седалищная кость так называемая то что там у нас клетка часто видно что дырочка такая езда и вот она заканчивается копчик ну копчик понятно не будет сейчас разбирать копчик вот для чего мы это проверяем для того чтобы понимать что откуда образуется дальше нерв он может идти вот это все нервы выходит нового цвета пучок хвост отсюда сверху не идут там проходят внутри и объединяются вот примерно где-то здесь вот большой толстый нерв который идет вот сюда и потом ты потушишься нарисуем и практически по центру ноги чуть-чуть он уходит вот до пятки до пальцев ног соответственно вот как мы можем его найти визуально вот определил эту посточку до седалищную седалищную кость вот часто он тут вот пережимается до этого нужно массировать сверху лежат группы мышц как правило особенно грушевидные мышцы на очень бывает у многих или напряжена и она передавливает его спасусь и чаще всего не нерв воспален воспаленной мышцы на мышцы на него давят какие-то салком на кости придавливаются не в кости вот одну точку на зелье до мышц камеру так держать чтобы все все было видно вторую точку мы определили определили вот эту до дырочку ямочку особенно у женщинами хорошо видны и третья точка это где вот косточка выпирает максимально у нас получается вот по сути получается равносторонний треугольник вот я вот черным цветом нарисую вот видите да и как нам визуально найти где находится вот самая больная точка нерва это вот проводим биссектрису сети содержит угол пополам да немножко не попал я извиняюсь в общем серединку дело нашли вот серединка до биссектриса идет вот сюда и соответственно по центру это биссектрисы у нас получается вот такой крестик нарисуем получается как раз то место где чаще всего болит ну можно не рисовать этого визуально как в голове для себя представляется да можно подойти так далее давайте вот тут еще мышцы нарисуем трапеция блин как больно до сих пор болит как будто витамин b6 этот в колонии века биридоксин может у меня зажат многие все таки когда я зажимаю себя шнерфу нажимаем на тёшку ну вот как говорится способ лечения сейчас мы будем разбирать отдельно мы просто находим где он находится чаще всего у женщин болит именно здесь чем-то женщине больше воспалить воспалено и соответственно эти мышцы вот отсюда идут мышцы вот это отвертывал да они идут вот туда вот так вот веером во все стороны вот сюда вот сюда жене сегодня цветом получается вот так вот крепится соответственно вот тут вот они крепятся да и по всей по верхушке большие годичные до большая годичная мышца но накажите пучков состоит да и мы можем нащупать сейчас мы будем щупать где какой пучок жестко ну твердый такой спазмирно да мог бы даже миозитой и соответственно прожимать вот эти точки и вы здесь либо здесь где кончается мышца с двух концов я можно еще по идее не заканчиваются про триггерные точки я сейчас вам скажу сейчас нас хочу показать что еще важно вот трапецина можно она найдет от шеи куда вот это вот осте лопатки крепится мышцы идут как бы веером вот таким вот здесь вниз вот тут сухожильный такой ром получается достаточно большой где приход сухожилия вот то есть это достаточно большая мышца да она крепится здесь к лопатке да здесь вот к этой кости вот здесь не крепится да и дальше вы до сюда до сюда заканчиваются на ключицы кусочек ключицы к сожалению не видно вы для вас впереди вот это не заканчивается то есть она трапецийные мышцы как бы туда у заворачиваются вот так обнимает эту лопатку как ее увидеть вот давай знаешь как сделай так руки чуть-чуть в бок как будто воздаешься и подними лопатки вверх да ты лежит сама лежишь сама лежишь вот лопатки приподняла очень видно у тебя было лучше видно надо было нарисовать но можно на ощупь на ощупь вот пощупать вот она идет видите вот мы выпирает пощупать видишь да и не вот так сбоку сбоку это вот там такой валик идет очень больно пустые вот эти пар вертебра значит это сверху получать это сверху да да и улегчится нащупать она как раз видно будет паравертебральные мышцы они вот этим валиком идут прямо тут позвоночника да вот отсюда такая колбаска то что мы как раз разминали вот так и вибрации мне давали и вот так вот мы делали с тобой мы еще отдельно отработаем а это на самом деле вот колбаса вот такая да она это не одна мышца эта группа мышц там их около 10 10 или больше до которые как-то привязана вот здесь вот так вот они к ребрам крепятся там их много еще у нас есть известно мышц это квадратная мышца вот сейчас нащупаем 12 12 ребро ну соответственно на 12 позвонка должна идти да вот он такой коротенькая 3 12 до этаж 11 тоже плавающую ребру еще есть то есть они не закреплены спереди получается да вот к ним крепится мышца которая вот к гребню подвздошной кости крепится вот так вот поэтому звать собственно квадратная вещь квадрат получается ну там еще крепления и к позвоночнику вот такие к позвонкам да и вот такие скрепления там очень много еще нас интересует мышца допустим ее сразу вот видно вот она это вот широчайшие мышцы спины да вот крепится туда туда идет и даже крепится под бицепсом вот к этой кости спереди ну что страна не смогу нарисовать то есть когда мы делаем движение вот как мы укачаем греблеобразное движение на лодке вот гребем да или там не знаю кто тут боксу занимается в них вот эти вот движения руки назад она начнет качаться любимая мышца у всех этих вот бодибилдеров да они крыльями это называют да она выпирает и грубо говоря тогда когда рука движется вверх у нас ты туда смотришь что-то снимаешь вот смотрите есть есть анатомическая блок движение да есть функциональный вот анатомический блок когда мы поднимаем руку вот так вот рука поднимается за счет вот мышц трапеция да и за счет мышц лица плеча но дальше вот когда уже рука поднимается вот так вот работа включается вот если вот мышц за счет лопатки ведь она поднимается выше вот по сути и можно даже загнуть назад ладно максимально не будет то есть самое максимальное вращение у нас это плеча практически там на 360 градусов мы можем делать вот такой оборот соответственно когда вот мы массировали вот трапецию вспоминаете да мы делали движение вдоль этих мышц вот сюда вот по этим то в эту сторону да здесь продольно вдоль вот этих вот мышц могут массировали до вспоминаете когда раскручивали вот это вот все и триггерные точки дает обозначим кстати вот эта тема была покачать одна рука на шее другая сейчас покачать не отвлекается вы сейчас немножко джига изучаем значит смотрите триггерные точки вокруг лопат но акупунктурную . они сейчас совпадают триггерными поэтому я как бы сейчас не будут разделять да у нас не про это занятие а про то в общем куда мы нажимаем прежде всего соответственно их идет опустит руку лопатка уже ушла в сторону видит просто кожа она сдвигается поэтому не носит попасть смотрите куда она ушла она оказывается вот уже девочка улетела бабочка вон она уже откуда идет видите и вот эти мышцы тоже смотрят они распрямились они чуть ниже стали трапециевидные вот но я хотел нарисовать точки они идут они во первых идут на точке в 3 в 4 ряда вот так вот вдоль всей лопаточной зоны середины нам на они все нас не интересуют вот уголок лопатки уголок лопатками прижимаем да потом вот тут вот несколько точек спасти лопатки до не пасти по краю макарин покрыл лопатки да а у нас на слышите тут это ось ось у нас что мне ось это кость это что у нас смотри вот лопатка имеет уголок вот она выше лишь выше стоит вот лопатка заканчивается треугольник вот такой получается ось это вот она косточка край не края сверху на нас вот сверху вот она сверху как бы лопатки лопатки это как выступающий бугорок и мышцы соответственно крепится к ней и с этой стороны вот они крепятся там вот да и с этой стороны они двигают и вот эти видите сползли уже мышцы вот самая точка вот эта большая дождь желоб вот мы сегодня нащупываю вот и даже вот таким целом рисуем вот это на самая такая вот активная да когда мы нажимали с этой стороны вот у нас таки среднамышцам и чувствуем где наклеиваются вот это в дырочке да вот тут можете прощупать середина плеча получается да середина вот с этой стороны давление должно быть вектор идет там вектор внутри давно туда здесь вектор со стороны идет вот тут хрящик небольшой есть в него вот можно да и вокруг все лопатки потом . есть вот здесь чуть как раз получается плечо еще вы можете да мы ровно на три части разделили есть мы будем прожимать сейчас еще аккумуляторную точку вот здесь и под вот этой мышцы там видно на камеру заглядывать сюда и под вот эта мышца вот так и поднимая ее вот тут еще будет . вот туда тоже будем давить вот еще есть здесь очень опасная ну не опасно а так сказать очень болючие мышцы которые крепятся прямо к уголку лопатки она идет вот до шеи вот такая вот давайте прям это постараюсь это что ты сам говорил красный нарисовать да вот она будет вот здесь вот держать до свинут из отростки которые будем массировать просто есть люди да на будущее что вот прямо вот это мышцы можно прорабатывать и вот так вот оттягивать и туда вот внутрь вот так вот с ней играть уже там внутри глубокий глубоко работать это со всей мышцы . так дальше какие мы точки будем еще проходить это . соответственно вот тут где выходы это нервов выходит нет ни хитая . да вот это вот точку будем входить акупунктурно да и вот это место но тут уже не . так называемая а просто расшатывать вот эти соединения вот тут вот короткие такие мышцы есть которые крепят крестец и подвздошную кость расположен да не такие по сантиметрику 5 миллиметров за ними обычно никто не следит не смотрит до из массажистов вот это касается что этого миофасциального массажа вот между вот этими мы будем внедряться между позвоночником да и вот эта козочка и вот там глубоко глубоко там будем все прорабатывать еще . культурно там где начинается крестец это вот тут вот пока только нарисовал очень не дает вот точки крепления мышц болючи . да тоже будем проходить вот эти вот страны из этого вертела потом будет . где вот под это седалищина костью да собственно говоря почему седалищина потому что и сидим когда мы садимся этой косточкой сидим а бедра нам только помогают нам только мягче дают посадку то есть вот тут вот . да где как раз не проходит . по центру вот как раз нерв с костью пересекаются да она же очень больно и похожи вы но сейчас сейчас я зачем нажимать вот вот тут вот она и с этой стороны надо здесь здесь у нас лимфаузлы находится мы их не будем отжимать на первую стадию но да ты не зря беспокоишься не на самом пока его не сожмешь ну как бы да условно ресурс тут мир ходит да конечно совсем ровно тут чуть-чуть петляет чуть-чуть вот но мы практически по нему будем нажимать и смотрите вот у нас икра есть икра напрячь до конца получается в смысле до конца видно вот как бы сама группа мышц пошла да тут она уже переходит сухожилия вот получается где-то 3 либо 5 сантиметров от сгиба и чуть внутрь . находится потом . находится вот здесь и посередине вот этих всех мышц вот тут на самом деле больше дано нам достаточно столько и примерно вот этот участок остается до косточки до лодыжки тоже примерно посередине вот напомнили дальше нас будет интересовать точки на стопе соответственно это будет вот тут вот точки больно и собрать она тоже также над косточкой не как минимум две вот одна и вторая сразу есть сверху вот ну отвечай вообще у нас весь организм испещрен акупунктурными точками чтобы вы понимали да и все их нам не хватит даже месяц или трех месяцев все это изучить поэтому просто даже без названий китайский без китайщины без этой всякой давайте давайте просто вот визуально я вам их рисую да потом что будем прожимать и находить соответственно на стопе вот тут находится желудок стопы если 2 соединить вместе да то получается как-то внутренности человека вместо всего там основными органами ушами и глазами там зубами и так далее да только развернутая зеркально то есть левая нога отвечает за правую сторону и социнирует тоже вот они как бы справа иногда переходит сюда вот иногда я там нажимаю вот такому потому . здесь человек говорит вот в этом беде жжет до илья ему шею жму с этой стороны точку до с правой стороны он говорит левое колено там пульсирует лежу понимаете прямо на из косов все идет такие поезда так называемый с у нас до . вот угол где большой палец заканчивается . под мизинцем тоже сексуальность отвечает . в центре ноги там заканчивается пятка очень больно видимо мне что-то с органами да кстати но сигнал того что больно это значит что-то непорядке внутри то есть мы точки как бы еще диагностируем ну очень много . не нажал еще ничего подожди вот еще будут много точек да на пальцах у дед подушечки да вот начинаются даже не буду рисовать просто много на каждом пальце вот эта часть где сгиб идет до . область почему эти вот . например важны или области зоны зону они могут быть и зонами зоны просто побольше расстояние вокруг точки отвечают за много потому что например человеку не в каких-то случаях нельзя делать массаж в том или ином месте либо органе ну например там грыжу да значит надо на этот орган воздействовать через точку совершенно другого места или например рак груди то есть нельзя молочный железы замассировать тогда здесь мы через вот эти точки воздействуем на наверх организма до или вот нашли там они тоже есть и соответственно мы активизируем их так какие нас еще интересуют точки нет никогда так сейчас давайте теперь эту карту сфотографируем так чтобы все было видно полно все точки допрашивать но кстати вот на начале тоже очень много я просто не буду рисовать я думаю там все будет видно пожалуйста снимаешь ты смотри в кадр и смотри куда направлено камера то он куда-то мимо сегодня смотрят если я говорю смотри на меня если показывал пальцем смотри на палец или нам деле на фломастер вот тут очень много точек до вокруг основания черепа не буду классно ну-ка еще раз если вы коснете достаточно мягко нажимаю потом точки идут вокруг уха вот так вот да тоже не буду рисовать там где заканчивается ухо вот он стыкуется до . хорошая где стыкуются с этой стороны . есть точки вдоль скулы вот так вот идут три точки буквально три пальца может поставить и лимфа узлы когда мы будем качать мы будем отсюда вокруг проходить вокруг всего уха мы будем проходить точки еще до до конца все ухо и еще есть точки так называемые точки долголетия вот тут где косточка заканчивается вот она чувствует убирает и вдоль вот это вот берсовой кости так вот три пальца ставить или четыре даже будут вот эти . вот вот косточка закончилась видите и вот так вот поставим вот они тут их три-четыре точки так можно прижать до прижигать до . можно прижигать можно нажать можно еще что с ним делать вот это то что мы будем сейчас проходить давайте у кого есть хороший фотоаппарат сфотографировать так чтобы все зоны были видны охватить сможешь все вместе и мы приступим сейчас непосредственно к практике только вытрем не дай да сейчас на все вытрем сфотографируем